Здравствуйте, я Елена, вы знаете, я хотел бы вас спросить, а вы почему слезы-то льете, то есть, ну, дочка, она вам не звонит, потому что нагрубила. И у того, что она вам нагрубила, вероятно, есть какие-то причины свои. Да? То есть, вот она, ну, почему-то нагрубила вам. Вот. И, возможно, имеет смысл определить этот момент. Возможно, имеет смысл посмотреть этот момент. Почему она вам нагрубила? А с чем это связано? Дальше. Значит, почему вы льете слезы? Опять же, с чем это связано, что вы льёте слезы? Я думаю, что этот момент нужно также поисследовать. Вы не просто её любите, очевидно. Вы в ней, очевидно, нуждаетесь всё же. И вопрос к вам, если вы в ней нуждаетесь, то как и всё это нуждаемость себя проявляет? Потому что совершенно очевидно, что вас это заделает глубины души. Дальше, если вы хотите помириться с ней, допустим, а если вы допустим, хотите с ней помириться, то почему вы ей не звоните сами? То есть, с чем это связано? Что вы ей не звоните? Мне кажется, это очень важный момент. То есть, вы ждёте, как бы, чего ждёте? Что она примет, как бы, решение и сама извините перед вами? Или что? Почему вы сами не звоните ей? Вы говорите, что жду примирения. Но если примирение нужно вам, да, то вам и звоните. Вот. Так что здесь вы занимаете несколько пассивную позицию. То есть, если вы не хотите звонить, то не звоните. Но тогда несколько странно, что вы льёте слёзы, ведь это ваше решение. Ей не звоните. Вот. Вот. То есть, как бы, тут вот, достаточно, сраная история. И то, что вы льёте слёзы, вот. Это, видите, потому что вам больше нечего делать, вот. Или как? То есть, ну, заняться чем-нибудь, как-нибудь любимым делом. Или чем-то, чем-то, чем-то таким. Вот. То есть, этот момент очень важен. Вот. Так что, мне думается и представляется, что вам необходимо определиться на своей таблице. Вот. И дальше уже можно будет о чем-то говорить. Да? В дальнейшем уже можно будет о чем-то говорить. Такая вот история. Я прошу иметь в виду, что вы имеете дело всё-таки с... ребёнком. Ребёнком. Вот. И... И... Ребёнок. Точнее, ребёнка. Мне кажется. А... Всерьёз. вас, как минимум, да, воспринимать не стоит. Но для вас эта ситуация свидетельство того, что вы чересчур зависимы. от своей внучки, которую вы можете любить. Я верю в то, что вы её любите, вы можете её любить. Вот. Но... Тем не менее... Тем не менее... А... Вы от неё слишком зависимы. И это вам очень мешает. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. 12 150 15 15 15